Всем привет. Сегодня мы вновь у кости сани на катамаране. У нас длинные выходные и нас пригласили на эти выходные. Ребята, поздоровайтесь. Расскажите, куда мы сейчас выходим, куда вы собираетесь? Вот такой вид. И там будем стоять с ночевкой на якоре и рыбачить. Погода в этот раз солнечная. Обещают нам 20 градусов. В общем, погода нам нравится. Посмотрим. Хотя ветерок прохладненький, на воде все равно как бы свежо. Ну, в общем, мы собираемся в дорогу. Мотор завели и мы отправляемся. Здесь со всех сторон помощники. Все бегают, все вокруг. Капитан командует. Здесь, как вы помните, у нас тесновато было. Стоял катамаран. Никуда не делся. И сейчас стоит, никуда не делся. Но нам было заплывать как-то немножко сложнее. Потому что пантом убрали, видел? Да, но он торчал тут, да? Да, и его туда продвинули. Так что, места все-таки стало больше. Все, мы вышли. Я сейчас займу свой стульчик на носу. Да, ветерок прохладный. Но еще время мало, 10 часов. На день вроде 20 градусов. Ну, я же сейчас в облаке пойду. Ну, в принципе, да. Некоторые из нас в тельняшках. Мы еще не позаботились о своих тельняшках. Рано утром очень много вышло яхт с Марины. Прямо одна за одной выходили, выплывали. Мы тут сказал, что там не искать. Или надо полностью останавливаться. Хотели запустить прямо на ходу дрона, но он не успел взлететь, как тут же упал. В общем, врезался ветер, не по нему. Да, нам повезло, что это на суше. Не на суше, а, вернее, на борту оказалось. Нет, лучше ее. А то Лука сказал на день рождения, если что, новый подарит. Нет, не надо. Ну, вот мы и подходим к нашей Марине. А точнее, не к Марине, а к бухте. Сейчас мы идем по Фарвасар. Здесь очень узенький такой проходик. Посмотрите, как прям лодочки, катера идут. Яхточки так все прям плотненько друг к другу. Красиво. Там такой маяк стоит. Сегодня теплая погода. Длинные выходные. И прям столько народу здесь. Столько яхт кругом. А там вдалеке еще, сколько вон нас догоняет яхт. И там вдалеке везде одни белые пики на сером фоне. Неплохо здесь, да? Симпатичный такой вход. Сделали с маячком. А там паруса и белые, и пиратские какие-то черные. Там ветвора лазят по камням у маяка. Катерок, как мы фаршули были. Второй вот этот. Похожий, да, на нашу чепку. Только стекол больше. А так такой же маленький корыца. Мы сегодня очень много видели медуз. Прям стаи медуз. Но камера, к сожалению, не может... Ой, вот опять. Ой, целая стая. Смотрите, сколько медуз. Прям вообще все белое. А здесь вот, похоже, прогулочный катерок. Возит по экскурсиям. Смотри, какие у него колеса сзади. Кораблики у ребенка сзади тоже плывут. У каждого свои кораблики. Там своя команда. А чего-то маловато, наверное, будет этого спасательного плота-то на всех. Пришли мы вот в такую бухту. И сейчас становимся на якорь. Сегодня будет больше удовольствия. Да, сегодня будет удовольствия больше. А там он уже... Тусят молодежь, девчата. Там он и плюхается. Чуть-чуть назад. Чуть-чуть. Теперь даю полный газ. И мы должны не двигаться. Так, теперь при полном газе держимся. Нет, все, якорь держит. Все, якорь стоит намертво. При полном газе. Как тебе твоя ответственная работа? Ну, нажал. Я тоже так сказала в прошлый раз. Ну, в общем, мы встали на якорь. Здесь у нас еще все проверяют. Так, Лукас, Лукас, ты куда собрался? Ты уже рыбу ловить? Нет. Нет? Аня сразу принялась за ужин. О, мой шарф нашелся, а я его искала. У нас с окон будет вот такой обзор. Обзор. Красота. Мама сядет, где место будет, не переживайте. Так, время обеда. Нет, время ужина, да? Какой обед внутри и ужин? А сколько человек, а я на ужин? Молчу. Шесть, наверное, да? Оливер, что? Шесть часов. Так, вот это вольсвагеновский кетчуп. Мы пришли в Марину. Встали на якорь и быстрее за ужин. Оливер, папе давай. Кого? А, из салфетки. Кетчуп без салфетки. Сегодня Аня с Костей нас с вами. Аккуратите про колу, я вам налью. Что тут это? А специалитетом угощают, да? Можно. Покажите. И не хватает части? Вольсваген, оригинальная часть. Оригинал Тальф Вольсваген. У нас колбаса подписанная, кетчуп подписанный. Все от Вольсвагена. Обалдеть. Сейчас мы проверим, каково у них качество. На вкус. Немецкое качество. Только это мы вот так разрезаем? Не пополам? Не пополам, а надрезы вот положим. Знаешь как? Как ты можешь вольсваген? Ну так это так. Порезать. А фолью убирать? Да. И вот так вот так. Не, а фолью надо перед жаркой убирать. Ну, конечно. Фолью, если варить, то можешь прям фолью. Они идут и на варку, и на жарку, да? На варку не знаю. Это же кари, только на жарку. Что-то я убрал, а она все равно осталась. Надпись. Ну, правильно. Можно салфетку, дай, подпись. Дивин есть. Ты так ешь и раз там. А там камень. Вы выиграли гольф. Точно. А в упаковке не было? Раньше был сайтон. В упаковке выигрыша не было? Оливер, сначала не хотел. А сейчас не вытащишь его. Сейчас всех лебедей расшугает. Они так к нам подплыли хорошо. А теперь, пока катались, всех расшугали. Уплыли подальше. Погода какая сегодня классная. И солнечно, и тепло. И ветра почти нет. Сейчас стих. Счастливый. Как вам был вкусный ужин? Вы сыты? Наелись? Посмотри, какой вид у нас здесь. Я тоже говорю, класс. Мы тут все открыли, подняли шторочки. Да, тут сегодня гоняют и наши, и соседские дети. Погода хорошая. Ветерок слабенький. Денис решил дрона запустить. Где-то он там летает. Каких зверей? Ой, а какие вокруг нас тут медузы кружат. Какие медузы. Сколько их сегодня? Много. Да такие крупные прям. КОНЕЦ 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 Костя где-то видео увидел, как зарядка у кого-то загорела. Все у папочки, сынок. Кадры будет. Всем доброе утро. Ночь у нас классно прошла. Проснулись. Посмотрите, что у нас. Я не знаю, будет вам видно или нет. Вот, посмотрите, как у нас облеплены вот эти вот стеночки стеклянные комарами. Когда мы вчера днем пришли, вообще ничего не было. Потом к вечеру они стали появляться и вот так вот облепили. Зашли мы в интернет, почитали. Оказалось, что какие-то специальные там сорт комаров, которые... В общем, они не кусаются, но они выходят с воды, вылупляются, размножаются буквально на несколько дней и исчезают. В общем, у нас здесь прям нашествие. И внутри у нас на потолке их полно. Мы их стараемся вовнутрь не пускать. Закрываем дверь и все. В общем, вот так. Так, мы проснулись и наши тут ребята захотели надуть каяк. Им показалось мало одного тузика. Оливер опять рыбу удит. Что-то мы удим-удим, удим-удим и никак не поймаем ничего. Кто первый испытатель? Ты? Я? Я вообще не полезу сегодня в воду. В воду, да. Я предпочитаю на катере быть. О, смотри, к тебе медуза опять плывет. С правой стороны. У Кости лежал долго каяк без употребления. И он и решил его подарить нашим мальчишкам. В общем, они сейчас надувают, будут его испытывать. Че, Олир, поймал? Опять нет. Рыба ходит вся по дну. Не поймаешь ни одну. Улыбнитесь мне, можете помахать. Вы меня слышите? Я сомневаюсь, что они тебя слышат. Помашите мне. Не слышат. Помашите мне. Кто первый? Я знаю. Жилеты одели? А вот здесь, наверное, надо фэс-жилеты им одеть. Автоматически откроются, если они в воду. Нет, тогда да. Есть ли? Да. Да ладно. У нас золото есть вообще. Нет, они уже нельзя. Тут мы доплывем за это запросто. Нет, но это же надо уметь. Золото. Нет, мы катались только на шуях. Только не надувные. Ну, у тебя есть опасные, у меня нет. Я без пойду. Да иди, если что, на что-нибудь придумаем. Будешь ходить дома в сланцах. Встанка впереди. Да, я и говорю. Главное, потихоньку не накупайтесь. Может, да, боком. Только надо сильно держать, потому что сейчас, как только она не встанет, она будет тенденцией к переворачиванию. Вы туда ноги засовывали? Ой, да там же какие-то сидушки были. Вон они, вон они. Мне, как я не встану, почему-то очень плохо видно. Быстрее сразу унтер, это, ноги сразу внутрь. Придерживайте, вы больше уже. Попу сразу закидывай туда. Так, один сухой сел. У меня ноги сильно длинные. Ноги длинные. Ольвер, ты подушку можешь под спиной еще чуть-чуть на... Нормально. Нормально, здесь все удобно. Так, весла. Весла, давайте. На. Осторожно, они легко разъединяются. Вассерфест, Лукас, если просто перевернетесь и уронишь, уже все. Давай мы у тебя, если что, отсюда твоим хэндиком сфотаем. Вы только гребите одинаково, это. На раз-два. Раз-два, раз-два. Ты смотри, а то ты Оливеру будешь там по голове. Оливер тяжелее, видишь, просела под ним. Оливер, у тебя утонуло впереди. Тебе надо диету. Куда ему диету, он и так пьет только воду, ест без хлеба. Видишь, там, наверное, я думаю, сзади еще грузик можно ложить. Ладно, лебедей плывите. Раз-два, раз-два, вот так надо, а не в раздохну. Вот, вот теперь дело пошло. Когда один право-слево, то она всегда прямо. Весла надо по поверхности неглубоко втыкать. На меня все льет. Лукас, ты отстаешь. Видишь, тебе надо с ним в ритм. Он мокрый. А он сейчас урежется. Что, он туда кладет дедянку, вы видите подальше? Так ты, Оливер, рули, тебе проще. Ты же первый сидишь. Лукас всегда гребет, а ты перестаешь. А есть какая-то, типа, пленка, чтобы наверх положить? Мои штаны уже мокрые. Поднимай их прям высоко, дай все. Весла высоко, не надо поднимать. Что, мешки дать? Темные мешки дать? Оденетесь. О, да, мешки, да. Давай, мам, подтягивай нас. Зачем? Зачем сидите, мы вам подадим и все. Все что ли? Да ну. Вы еще даже во вкус не вошли. Не будешь? Потяни меня. Потяни его. Что, не будешь больше или будет? Нет, потягивай, буду еще. Давай. Давай. Сейчас. Не, а весло разойдется. Очнетесь, уже заснул здесь. Что ты делаешь? Поплывай вот этим левым боком. Поплывай под яхту, что ли? О, можно там пробовать? Можно. На этой, наверное, получится. На тузики навряд ли. Давай. Так, я бы, может, ноги засунили прямо туда, вот так? Да просто наверх туда положить, а то у меня было уже все обнялось. Подожди. Этого надо было в плавках. Да, летом, когда жара. Летом будет классно. Сейчас, конечно, прохладно. Там-то ноги первого, тут ноги второго, а сзади это для бога. Так, дубль номер два, да? Лукас, ты смотри, как Оливер гребет и держи темп с ним. Раз, два, три, пошли. О, высоко, не надо поднимать, весла, брызги не будут лететь на вас. Они поворачивают, один сильнее, вдруг гребет. Оливер, тебе, если надо выровнять, то ты эту сторону только греби, а ту нет. Ту пропускай. Если тебе надо повернуть, допустим, ты одну сторону греби, не, не назад, Оливер. Наоборот, вот этим веслом. Да. Этим греби, то пропускай. Там только лукас гребет. Если повернуть, то только одной стороной гребите. Так, испытания пошли дальше. Сейчас лукас хочет попробовать один. Можешь чуть-чуть вперед двинуться, чтобы по центру было. Надо на веревку какой-то грузик, типа якоря. Он туда плыл, удочку взял, сел. Да, так же делают рыбаки. Чтоб ветром не сносило, на груз какую-нибудь железочку привязал. Камень какой-нибудь, пластерштайн. Ну, нашли. Ну, иди, другие одень, эти повеся. Сейчас еще покатается потом. Они быстро высохнут на солнышке. Сколько лет она там пролежала, клодка. Первый раз вышла? Да. При вашей этой, да? Я ее только один раз, ну, я видел, что она там есть. Я ее один раз достал, когда в прошлом, позапрошлом году. Накачал, смотрю, ну, целая, все чистенькая. Видно, что ни разу у нее нет. Еще в этой пульвере, да? У тебя пакет? Постоял, подумал, что с ней делать. На воду что-то вроде как-то. Я бы на нее не сел. Нет, а мы фото что делаем? Мы же, мы сели в нее в гараже, помни, весла в руки. Так, Ольвер себе рэган хозы сделал. Или шорты. Давай, ловите меня. Так, ты тоже один пойдешь или с папой? Это в мель мы винтом ушли. Двоем интересно. Это как индеец, он прям открылась, держи. Они соединяются, да, и рассоединяются. Типа, хочешь по одному, по отдельному, хочешь двойное. Не, ну, чтоб перевозить так. Поедешь? Я нет. Давай, с тобой. Так классно? Я по одному классно, а вот соль же нет. Что, на тебя обрызгали? Что, ты Костю не уговоришь, что ли, что он боится, как ты меня уговаривал? Я бы поехал, у меня тяжелый. А ты сзади садись. И ты вот так шатаешься. Там же все равно для груза предназначено. Черт, кто знает, какая у него груза подъемная. Да, я думаю, есть. Здесь же мелко и недалеко. Вода 16 градусов. Если я друг, у меня удар хватит, все вас домой отвезет. Мы тебя в чувства приведем. Ты сказал, у тебя там аптечка есть. Боюсь, что это аптечка. Так, дайте вам оборот. Так, это самое. Смотри, как у меня ноги не помещаются. Так, вот много будет. Назад чуть-чуть может дым. Дым. Вот сюда будет вода литься на ноги. А ты целлофан, дай ему. Я ничего пойду. Так что? Да, просто вот так. Так, Оливер, на это весло. Так, разворачиваемся на эту сторону. О, сейчас вот Денис выровнял по весу. Видишь, они равномерно. Лукас, ты был слишком легкий. Лебедя? Да, подлоги все. Не знаю, мы вроде с Денисом вдвоем плавали, когда у нас с первого раза. Просто ловишь, смотришь, куда тебе надо рулить и пошел. О, сейчас там неравномерно. Видишь, это? А чуть-чуть это. А вы плыли по-наобороту у вас было в шахматке? Да, потому что Оливер не понимал. Он правой рукой пошел прямо до меня, а левой только до своей плечо и уже вытаскивал. Поэтому мы вот так кругом ездили. Кругами. Ну, ничего. Ха, папа наш склал весла и сидит кайфует. А Оливер гребет один. Нормально. Ну и как вам? Пошли прокатнемся. Не, не хочу. Не хочу. Кружок. Нет. Кружок только, кружок. Нет. Давай кружок. Нет. Зря, ксана, зря. Да. Ну, Костя, тогда ты пошли. Давай, Костя. На, Костя. А? Пошли. Ё-моё. Чушь, на что же меня толкаете? Чуть-чуть тут вокруг катамарана. Конечно, руки устают вообще такой этот. Ты думаешь... Давай я сюда мне эту. Я ее возьму. Давай, Костя, давай. Это надо. Ты давай руку. Подожди, подкини меня. Да, это серьезно. Только не все тут. Ты хорошо подумал. Садись на вот этот, дай его. Костя. Так, мы не боимся перевернуться. Нет, вы не боитесь, тут два метра. Мы спасем. У Дениса вроде как даже... А тут вода. Поэтому я в этом... Аня, тряпку дай такую-нибудь. Чтобы она впитывалась. Вот висит. А ты свой Реган дождевой костюм не передашь дальше, Оливер? Ага, передам. Мне нужно больше. Поездись. Классно, нет? Классно, только он встает везти. Да? Это еще то. Это тебе не Тузик. Я и говорю. Лук, Оливер уже говорит, может, позвоним, пусть приедут за нами за Тузик. А что мы там идем и Ту, и Леву, а мы только... В фитнес-студию ходите? Ходите, гантели тягаете, тягаете. То же самое, никакого Тузика, весла. Буся, ты хорошо подумал, а? Ты живешь только один раз. Что, она меня не выдержит? Да, выдержит. Вся вода с тебя на меня стекает. А когда ходить собирайтесь. Не знаю. Сначала отплыть надо. Мы далеко не поплывем здесь. Это варанами. Ой, как она течет. А что, веревка там валяется? А что у вас веревка-то внизу за вами? Это якорь. Где-нибудь зацепится. Завим, да? Надо вперед вам проплыть, и она к вам течением подойдет. Оля, давай лови, придерживай. Нет, нам надо наоборот. Так, вот эту плотку держи, чтобы она не пошла. Притягивай просто к плотке. Так. А ты, Костя, садись на заднюю подушку сначала. Ровно-ровно-ровно поднимай и садись. Ну вот, дело в том, что... Еще кто-то. Что, будешь? Нет. Оксана тоже? Нет, не хочу. Ну или хочу, но что я не жена моряка, что ли. О, мама пошла. Как вы ее уговорили. Она сказала, что я не жена капитана. Да. Если я пойду, то лишитесь двух капитанов. Будет у вас чисто мужская компания. Нет, мы спасем. Нет, нет. Кто вас знает, а то может еще веслом. Вот так вот тут она. И вообще... Ну она чтоб форму приняла. Она сколько согнутая лежала, так она на один бок. И, видать, нет. Нет, хватит. Я начала мокнуть. Оливер, ставь камеру, лови. Ну что, все? У меня мокрое, что потом... Нет. Слегка влажно. Ну, вот так давай. А давай вот прям на балки положим. Тебе повезло. У тебя полотенце под попой было. Поэтому все там. Так, ну что, получается, мы все накатались, кроме Ани, что ли? Аня. Переворачивай, ага. Непорядок. Ты столько потеряла. Вот это эффект. Подумаешь, что помокрое? А, ну высохнет час. Сейчас пойдем загорать. А то я хотела салфетки драть, как учили. Ой, да ну, все. Нормально. А сыр тоже туда нужен, да? Да, сыр надо это самое. Ну, кто кушает, если сыр, да? Вот когда уже одна сторона готова, и перед тем, и вторая, когда уже вытаскивать, просто покласть, чтобы он немножко только начал течь, только плавится. И все. И потом сразу на булку. А кто с ним на все или кто-то не ест сыром? Ну, у нас все едят. У нас сегодня на обед будут гамбургеры. Мы решили сейчас нажарить гамбургеров. Уже почти все нарезали. Все готово. Гамбургеры уже там тоже жарятся. Будем обедать и выходить в обратную дорогу. Полные тарелки на ту сторону. А у тебя заберу мусор. Да я же не ставлю, я вижу. Вот эту туда. Можно, знаешь, что? Давай мне вот эту, я тебе открою, котлеты скину все в одну сторону. Котлеты просто в одну перекинуть, а лишние упаковки выкинули. Давайте я вот здесь буду сидеть кушать. Я себе их сыры пока положу. Да ты его можешь прям туда, на одну и все. А эти лишние выбросим. Ты решил сыры поесть? Он пожертвовать решил своей тарелкой. Это не, нет, это кашляет. Так что, давай, там что, булочки, все? Да, да, булочки, все. Я сейчас газу все сделал, и жар более... Да, у нас совсем походил. Что сыр? Слушай, а тут сыр разный. Это роль играет, нет? Не, не играет. У нас почти готовы наши гамбургеры. Уже там все начинают подготовку, булок. Одна я, похоже, прогуляю и опоздать могу. Да, одна ты сидишь. Поэтому, скажи. Поэтому, что сказать, приятного аппетита всем? Да, выключаем, пошли есть. Всем приятного аппетита. Наш романтический ужин подходит к концу, да. Время 11, а никто не хочет. Мы сегодня должны были плыть в марину, с которой завтра расходиться по домам. Это не за слово плыть. Мы сегодня должны были... Нет, мы такие моряки, мы плаваем. В общем, мы должны были сегодня идти в марину. С этой марины мы должны были завтра разъезжаться по домам. Но нам было настолько хорошо, уютно, приятно, что мы решили не дойти до марины, а зайти в бухту. Бухта это здесь, да? Да. Ну, типа того, да. Вот, недалеко от Киля. Мы тут пришвартовались, встали на якорь, короче. Нет, пришвартовались, это да, мы встали на якорь. Да, я вовремя очнулась, и поэтому сказала, встали на якорь. И у нас, посмотрите, как качает. Наверное, не видно, так как меня тоже качают. У нас классно качают, что-то... Покачивают. Покачивают, что у меня вестибулярный аппарат тоже качает. А какие здесь ходят корабли. А вот, а там у нас мелькают зеленые маяки. А вот такой вот город у нас здесь светится вокруг. Там вот марины. Да, все красиво, все замечательно, спокойно ночи. В общем, время уже 11, мы будем расходиться. С нами была и я, и наши друзья. Смотрите, мы проснулись, стали себе поднимать якорь. А у нас кто тут пришел в гости? Маленькая-маленькая звездочка, еще живучая, живая, такая, шевелит там своими ножками. Была у нас на якоре, поднялась к нам на якорь, на якоре на борт. Сейчас мы с ней пофотошопимся, вам покажем, и опять отправим в море домой. Так, маму будут поднимать. На я... Мать что? Вон там сидушка лежит, веревки прицепили. Получается так, смотри, Денис, лебедкой поднимаем... Нет, подожди, подожди, ты просто... А ее вручную, не лебедкой. Ну вот как черная идет, так она и поедет. В этой стороне. Да, да, да. Меньше на лебедке. Ё-моё! Вот так. Ты одну перекину, тебе. Вот так. Да. Ну, она же высоко не будет. Так. А с какой... Это спинка, да? Это ноги. А тогда... Кто-то должен еще помогать, страховать. Где Оливер? Я тяжелая. Меня надо будет сильному страховать. Да, уж не тяжелее, чем Костя. А его кто страховал? Я! Страховал? Вон Костя. Крепко маму держу, а то больше не будет у вас мамы. Если что, держите за эти фанатные березки и все. Держись только кремная. Они же будут ездить. За них, наверное, она вряд ли сможешь держаться. Ты можешь на кнопку нажимать, а я буду... Сидеть должна. Они швом разрежут меня. Сейчас, подождите. Давайте сейчас в натяг дадим. Чтобы она села, да? Да, чтобы посмотрим, как она... Подожди, 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 Оксан. Я не сожжусь. Вот я говорю, вот за этот нельзя, походу, держаться. Да, смотри, походу, что ты живешь, но держишь. Ё-моё, а зачем можно это держать? Да, сейчас, подожди. Мне кажется, я тебе вперед чуть-чуть. Денис, вот этот карабин выровняй. Да, да что-то у меня здесь ремень, но вот это... Я чуть не сижу, я лежу. Да-да, мне поднять его надо, пристань. Чуть-чуть попу наперед. Наперед чуть-чуть свистит. А мне кажется, назад... Не-не-не, наперед. Назад тогда головой туда свисает. Да. Не, держись просто вот за эти... Это кого что, тяжелее? Все. Ой. Ну что, поехали? Поднимай ее. Подождите, ребенок за... Ты телефон тебе ждать? Телефон, давай, друг. Вот сюда в кармачки и ложишь. Олимир, дай маме телефон, она там снула потом. Вот, вот сюда. Хотя, наверное, упадет. Не, не упадет. Вот сюда и все нормально. Ой, мамочки, чего не сделали? Там веревки нигде, Денис, веревки я не вижу. Нормально все? Нет, я буду говорить. Катастрофа. Потом там, когда остановишься, потом достанешь телефон, пока не консультируешься. Все? Ой. Потихоньку. Так, нажимай на это. А я же сейчас должна буду развернуться вот от этого троса. Оксана, может, хватит? Костя, хватит уже. А? Хватит. Не, 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 поворачивайся. К матчу передам повернись. Повернись к матчу передам. И у тебя будут две руки, ты можешь за один и за второй трос держаться. Подумай и все. Вот трос, видишь? Не за веревку, а трос рядом. Железо? Вот, да. Видишь, он жесткий. Вот, да. За него держись и... Поднимай. Поднимай. Смотри, у меня веревка, да, которая головы. Давай, давай, давай. Костя, по-моему, пойдем. Да хватит уже. Куда же мы ее так высоко? Так надо заменить этот, петровой этот. Кость, хватит. Все. Все, хватит. Ноги туда перекидывай. Во, давай еще. Не надо еще. Не, не, иди. Штанга. Давай, давай. Ты вот сейчас ноги поставишь на вот эти вот распорки, как они называются. И там побудь. Давай, давай. Оксан, да хватит уже? Еще, еще, еще. Ох, Денис, добрый ты, а. Еще, еще. Все, стоп. Стоп. Кость, стоп. Ногу перекидывай через вот эту и держись за нее. Ногой вот так. Вот, и там. Вставай на нее прям. Поснимай, да. Вот, все. Как будешь готова спустя? Добрый ты. Выше, выше. Нет, просто там ногами на нее встанет. Чем просто... Тогда выше надо? Чуть-чуть выше. Оксан, чуть-чуть еще полметра выше? Ставись ногами на вот эти распорки. Вот так, да. Становись, становись. Во. Только не... Все, мама встала. Еще чуть-чуть. Будет чинить мачту. Все, все, все. Вот так, да. Во, во, во. Ноги. Мачту между ног пропусти, как бы, и захватись ногами за мачту. Как на мотоцикле. Еще? Не надо. Куда еще? Не, она говорит, по чуть-чуть. Не надо, хватит. Сантиметр пять. Чуть-чуть еще выше. Все. Мама, мне хочется. Все? Да. Все, окей, хватит. Поснимай там пять секунд, покайфуй и слази. Так, все. Наш катамаран остался внизу. Там мои страховщики. Солнце прям в нос. Лыпа, она под самым этим. Помахай, помахай. Азреналин, говорят, помогает. Почему? Костя. Азреналин, ядовечкость. Азреналин, ядовечкость. Это нам надо так, чтобы я крипа везти. Мам. Мам. Помаши. Азреналин. А здесь ты на кнопку не жмешь уже, да? Нет, она сама по собственному весу. Красная, короче, сопротивляется к моему весу. Не трогай, не трогай. Потому что она, видимо... У меня тянет сильно красная за ребра. Чего не трогать? Видать, сильно легкая ты. Оливер, что ты перед кадром встал? Поднимать было прикольнее. Мне кажется, страшнее? Нет, не страшнее. Просто красная сильно была труда. Так, ну теперь поехал Оливер. Спасибо. Чего, как тебе? Нормально? Стоп. Все, боишься? Еще чуть-чуть, давай. До туда, где мама была. Там на мачте немножко сложно, когда ее пройти. Все, стоп. Стоп, говорит. Боится. Там сложно возле мачты. Возле вот этих перекладин. Перчатки сними. Перчатки сними. Ногами об мачту обхватись. Подтянись, во, обхватывайся и сними перчатки. Там на ремни у себя повешай. Вторую снимай, не сможешь одной. Повесь под ремни подоткни, чтобы не уронил. А то потом за трассой держаться будет тяжело. Еще селфи. Еще селфи. Еще селфи. Вниз. Вы не даете прям насладиться. Все в ожидании, когда Оливер нафотографируется и скажет вверх или вниз. Спускай. Сейчас. 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 Еще чуть выше. Ох. Смотри, а там эти аккуратно. Ногами за тросы не зацепись. Еще? Еще. Ну, вот тут вот. Ну, если уж мама-женщина поднялась, хотя бы до этого надо-то добраться. А он еще не дошел до твоих? Вот. Сейчас дошел. Все? Ну, речь. Достаю до мачты. Что, вниз? Все? Спускаем? Ну, можно ждать, да? Ну, давай. Все? Спускаем. Контролируй красный провод. А? Я высоты боюсь. Ой, а что ж ты полез-то? Не очень страшно или очень страшно? Не очень страшно. Не очень, а высоты боюсь. Не очень, говорит, было страшно, хотя высоты боюсь. Следующий. Кто там следующий? Меня сразу на саму беру. Которая штука тебя держит? Так ты не сел, ты почти лег. Денис, подтянем. Еще вперед. К ремню, двигайся ближе на край. Да, я понял. Давай подумай. На самый верх. Так, теперь Лукас поехал. Который сказал и меня сразу на самый верх. Еще полметра, наверное, максимум и все. Потому что дальше Вереха не даст уже. Подожди. Да хватит. Хватит? Там хочется пофотаться. Там можно пока еще за тебя эти держать. Хорошо, пусть так. Пусть так. Пусть так. Не надо выше. Че видишь? Ничего. Москву видно. Чего движешь? Или нет? Нет. Там не страшно. Просто от неожиданности есть такое, что сердце начинает колотиться. Там еще качается. Там два метра. Ну вот когда тебя будут качать, то я думаю там будет эффект другой. Будь здоров. Что-то в море случается? Куда деваться? И вот в море надо лезть и починить что-то там. Куда деваться? Хочешь меня поднимать? Ну а кого? Не, ну если конечно починить, либо ты его, либо он блядь. А ДС вызывать не получится. Ха-ха-ха-ха-ха. Папа, не сни за красную. Я подстраховываю, чтобы она натянута. Так я могу быстрее один спуститься без нитки. Ну конечно. Ты же у нас обезьяна. Помашь там скакать. Чем похож на обезьяну? Быстрей можно спуститься спрыгнув. Но это небезопасно. Больше не тот. Видишь, что она перекручивается? Костя был, остался ты и Аня. Нет, нет. Друзья, Костя, отпусти еще. Или залезть? Да конечно залезть. Такая возможность сразу в жизни может быть. А кто тебя будет страховать? Я буду страховать. Так, сейчас я посяду, посмотрю как. Задница чуть-чуть. Ой, она давит здесь. А я тебе про что говорила? Лука, стык чуть-чуть отпусти. Еще как давит ребра. Кажется тебе тут поделят пополам. Я уже помогала. Спокойно было. О, смотри полосяток. Да, я знаю. Задница чуть-чуть назад, а то у тебя ноги будут слишком перевисать. Я говорю, красный надо, чтобы был легче, чем черный. Поехали. А сам чуть-чуть на спину подтяни. Поехали. А она у него все. Поехали, да. Ну давай. А где? Где мой телефон? Дай мне. Так, ну теперь поехал наш папа. А перчатки оставим? Подождите тогда, подожди. Стоп. Где перчатки? Вот на этой. Это уже накинешь? Ну да, чего нет. Ты поймай главное. Одно целое. Все, поехали. А ты прям как этот, ногами еще. А мы как сосиски болтались. Нет, чтоб ногами-то тоже идти. Не догадались. И не подсказал же. Костя, до этой штуки оно дотянет. У меня тоже было. Идем вверх. Дай метр еще, хватит. Все, хватит. Нет, 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 нет. Еще, еще, еще. Ну как? А? Тяни. У тебя расслабилась совсем. Ну я не могу тянуть. Она где-то застряла. У него прям гармошка там. Подожди. Она вся собралась. Нет, у него где-то. Денис, это у тебя где-то? Ровно сделай. Все, тяни. Не идет. Да куда, хватит уже? Нет, вот эта вот. Она не идет. Где-то застряла, что-то перекрутилось, наверное. Где-то перекрутилось, наверное. Давай вниз, а потом еще вверх. Давай вниз. Вниз идем. Да, да, да. Опускай, Лукас. Лукас, опускай. Да, Лукас, наверное, ей не надо пускать. Там все свободно. Стоп, стоп, стоп. А, Денис, она вон отсюда походу, наверное, перекрутилась. Видишь, она отсюда идет. Идет назад, да? Да. А ну, сейчас посиди. Вот все идет. Давайте. Поднимай. Вверх? Да. Лукас, потихоньку сейчас. Потихоньку я и делал, поэтому она и застопорилась. Все, 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 все. Не так и страшно здесь? Ну, значит, не похудеешь. Значит, не полезем, Костя. Так, я буду просто направлять и так. Ты же сюда смотрел, я только повернулась. Курс-то направляй или маши. Как впечатления? Прикольные. Ну вот, накатались, наигрались. Наверное, пора обедать. Как вам? И домой. И домой. Время обеда мы еще никак не соберемся домой. У нас тут свои аттракционы. Это мы уже в Марине. Ну вот, некоторые спрашивают, почему у нас нет прощального ужина? Почему нет? У нас есть. Мы просто прошлый раз не снимали. А в этот раз мы решили показать, что все-таки у нас есть не ужин, а обед. В общем, мы сейчас купили себе рыбку, как быть в море и без рыбки. Кто с помесом, кто с булкой, кто, в общем, с чем захотел. Сейчас мы кушаем горячую жареную рыбку, быстро собираемся и по домам. Нам приятного сначала аппетита, потом нам хорошей дороги. Ну, а с вами прощаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова